Всем привет, дорогие друзья, с вами Юмилия, и сегодня я решила немножечко отойти от реакций и высказать свое мнение по поводу фильма «Отряд самоубийц». Я смотрела его где-то больше, чем неделю назад, но почему-то именно сейчас я решилась заснять это видео и высказать вам свое мнение об этом фильме. В целом, фильм мне понравился, и я не жалею того времени, что потратила на просмотр этого фильма, и не жалею тех денег, которые я потратила на билет. Мне было приятно смотреть на этот фильм, потому что, во-первых, там подобрана офигенная музыка, и пусть кто-то попробует с этим поспорить. Также мне очень понравились яркие и динамичные заставки. Давайте поговорим немножко об актерах. Мне понравилась актриса, которая играла Харли Куин. Хоть и говорили, что она стеснялась наряда Харли, но мне кажется, она держалась довольно-таки уверенно. И Джокер. Наш Джаред Лето, которого многие ненавидят и считают, что он отвратительно сыграл эту роль. Честно говоря, мне понравился этот Джокер. Да, он не такой Джокер, которого мы привыкли видеть в комиксах, в мультиках и в фильме. Но все же этот Джокер тоже мне показался очень интересным. Ну, честно говоря, мне показалось немножко вызывающим то, что у него такой яркий цвет волос. И когда я увидела впервые вот этого вот Джокера, это было еще в прошлом году, я вообще думаю, а кто это вообще такой? Но когда посмотрела фильм, мне показалось, что Джаред неплохо его сыграл. Дальше Дэдшот. Блин, честно вам скажу, меня смутило то, что он был черным. Никакого расизма, но я как-то не думала, что Дэдшота сделают именно таким. По идее, он в комиксах вообще должен быть, ну, никак не черным. Остальные актеры, в принципе, сыграли неплохо, но, честно говоря, на них я в основном даже внимания как-то и не обращала. Вот вы сейчас думаете, что мне так сильно понравился фильм, но я просто боготворю его. Нет, там были тоже свои проблемы, свои неурядицы, и там было то, что меня очень сильно взбесило. Если вы не смотрели фильм, то лучше сейчас, не знаю, закройте это видео, потому что сейчас пойдет спойлер. Когда Харли сбежала, у нее из шеи высунули чип, она была вместе с Джокером. И получается, их вертолет подбили, то есть, по идее, ее мужика убили, Джокер умер, она спаслась. У нее нет чипа, она полностью свободная, она может идти куда угодно и делать что угодно. Вместо этого она просто берет и возвращается в этот отряд самоубийц. Они же все-таки убили ее мужчину, она готова была умереть ради него. Она просто берет и возвращается в этот самый отряд самоубийц, и такая, мальчики, я снова с вами. В общем, вот этот вот факт меня до жути взбесил в этом фильме. Я просто сидела в кинотеатре и ерзала на кресле, потому что, блин, твоего мужика убили, понимаешь? Ты была готова жить ради него, и ты такая, как ни в чем не бывало, просто берешь и возвращаешься. Именно в этой сцене мне этот фильм показался очень конченным. Дальше, в принципе, все пошло неплохо. Собрали этот отряд, и там была вот эта вот ведьма, так сказать, да, чародейка. И вот как бы собирали вроде отряд, чтобы бороться со всем злом, и в итоге как бы член этого отряда взял и стал самым главным злом этого фильма. Конечно, задумка немножко странная, но в принципе интересная, такого я как-то даже и не ожидала. Этому фильму я поставлю 4 балла из 5. Было бы 5 баллов, если бы был тот самый Джокер, которого мы привыкли видеть. Хоть я и сказала, что мне понравился и этот Джокер, но все же хотелось увидеть и старого Джокера. И еще вот эта вот облошность с Харли, она просто испортила все мое впечатление об этом фильме. Такое видео я снимаю впервые, раньше, за то время, пока я была на Ютубе, это где-то год с лишним. Я такого снимать не пробовала, и поэтому пишите в комментариях, как вы думаете, стоит ли мне снимать еще подобные ролики. И также раскритикуйте мой такой вот мини-обзорчик, мое мнение о фильме Отряд самоубийц. Если вам понравился ролик, то поставьте ему лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Ну а с вами, как всегда, была ваша Юмилия. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok